Здравствуйте! Время новостей на канале ТВ8. Студия Яна Степаненко. Я и мои коллеги расскажем о наиболее значимых событиях этого дня. Сегодня в выпуске. Четверо силы и задержанных трех отпустили. В деле о похищении преднестровскими силовиками полицейских из Молдовы новые подробности. Обо всем расскажем через несколько минут. И снова затопило проливной дождь на бедокурил в Кишневе в Бельцах. Очевидцы делятся фото и видео разгулявшейся стихии. Безопасность пешеходов приоритет. В столице появятся новые зебры. Они будут с выступами. К тому же власти обустроят на проезжей части островки безопасности. Чемешлийский район уходит на тотальный карантин. С 10 октября в городах и селах будут закрыты детские сады, а школы перейдут на дистанционное обучение. Кроме того, будут закрыты рынки, а общественный транспорт приостановит свою работу на две недели. Решение приняла районная комиссия ПЧС в сфере общественного здоровья. Кроме этого, прекращается любая коммерческая деятельность, за исключением некоторых продуктовых магазинов, заправочных станций, пунктов оказания услуг по вулкновению. Организации и ремонту автомобилей. Ну а между тем, вторые сутки подряд у нас фиксируется антирекорд по числу новых случаев заражения коронавирусом. За сутки в Молдове выявили еще 1121 инфицированного. Таким образом, общее число заразившихся подбирается у нас к 60 тысячам. Из них свыше 43 тысяч уже излечились. За последние 24 часа в лабораториях провели 3728 тестов на коронавирус. Пять оказались завезенными из Турции, Нидерландов, Украины и Италии. Среди зараженных еще 65 медработников, в том числе 29 врачей. В лидерах по числу заражений Кишинев, Приднестровье и Единцы. Активных случаев сейчас почти 15 тысяч. 776 пациентов в тяжелом состоянии, из них 32 подключены к аппаратам искусственного дыхания. Известно также еще о 18 новых летальных случаях. К слову, с завтрашнего дня пациентов с COVID-19 начнут принимать в новом специализированном отделении, которое открыли в столичной больнице имени Георгия Паллади. Дело о похищенном полицейском из Флорешт обрастает подробностями со скоростью света. Только сегодня глава парламентской комиссии по безопасности заявил, что приднестровские силовики помимо него задержали еще трех граждан Молдовы. Как уже в пять часов вечера появилась информация о том, что двух уже освободили, а позже стало известно еще об одном. Речь о сотрудниках правоохранительных органов Молдовы. По мнению властей, сходство между четырьмя случаями говорит о том, что операции проводила одна и та же структура под руководством одних и тех же людей. Парламентские фракции ПДС и ППДП уже потребовали отставки руководителей МВД и СИБА. В общей сложности похитили четырех граждан Молдовы. Это гражданин Амарфи, Глижин, Пурис и Монзерарь. Известно, что эту операцию проводило так называемое Министерство госбезопасности региона. Это тщательно организованная операция с участием спецслужб. Их проводили по одному сценарию. Впоследствии глава государства, баллотирующийся на второй срок, объявил, что двое из похищенных были освобождены после беседы с лидером сепаратистов. Провел беседу с преднестровским лидером Вадимом Красносельским и попросил его незамедлительно вмешаться в освобождение наших граждан и принять необходимые меры для привлечения к ответственности виновных в этом серьезном противоправном деянии, написал Дадон в Фейсбуке. А в пресс-релизе МИДа непризнанной ПМР говорится, что двое из задержанных являются сотрудниками силовых структур Республики Молдова. Их отпустили по запросу власти Кишинева. Об остальных двух задержанных подробности не сообщается. Одновременно с этим все необходимые процессуальные действия будут реализованы в полном соответствии с законодательством Приднестровской Молдавской Республики, говорится в пресс-релизе Министерства иностранных дел непризнанной ПМР. Между тем и вице-премьер по вопросам реинтеграции, по ее же словам пыталась узнать подробности у сепаратистских властей, но безрезультатно. Я попыталась связаться и отправить сообщение политическому представителю в Тирасполе. На данный момент у нас нет ни телефонного комментария, ни ответа на отправленное письмо. Этим утром фракция партии «Платформа достоинства» и правда потребовала срочно созвать постоянное бюро парламента и заслушать главу Службы информации безопасности, а также министра внутренних дел. На наш телефонный звонок Павел Войку не ответил, не удалось нам получить комментарий и от руководства Службы информации безопасности. В парламентской фракции ДПМ, в свою очередь, выразили мнение, что говорить о вотуме недоверия пока рано, а вот представители партии «Действия солидарной» заявили, что его поддержат. Более того, депутат Игорь Гроссу считает, что похищение людей отнюдь не случайность и, очевидно, является предвыборной акцией, устроенной Игорем Дадоном. Пресс-секретарь Дадона обвинение отвергла, заявив, что это больше похоже на фантастический сценарий и является продуктом воображения членов ПДС. О первом похищении стало известно накануне, речь шла о полицейском из Каменки. Его запрали люди в масках и увезли в неизвестном направлении. В МВД предполагают, что на него, на левом берегу Днестра, заведено уголовное дело. Ассоциация «Пром Олег» заявила, что в доме полицейского прошли незаконные обыски, которые провели неизвестные в штатском. Они якобы изъяли все телефоны и заявили, что мужчина обвиняется в государственной измене. Мы неоднократно пытались связаться с Тираспольской администрацией, но в местном так называемом МВД нам сообщили, что информации не обладают. По данному случаю открыто уголовное дело, цель которого установить все обстоятельства похищения. Его направили в прокуратуру по борьбе с оргпреступностью и особым делам. Для более быстрого решения были также уведомлены международные органы, которые следят за преднестровским конфликтом. А вчера СИП сообщил, что установил личности тех, кто похитил полицейского. В Молдове во власти проливных дождей погода в стране сегодня была неустойчивой. Сильнее всего от ливней с грозами пострадали северные районы республики. В Бельцах мощные потоки воды заблокировали движение транспорта. А в Криулянах затопило частное домовладение и снесло заборы. В столице по уже сложившейся традиции первой под воду ушла улица Албешуара, где еще не завершился ремонт. Мэр Кишинева в своем фейсбуке призвал граждан по возможности не парковать свои авто под деревьями и избегать нижней части города. Завтра в Молдове сохранится пасмурная погода, местами пройдут дожди с грозами. Так сегодня во второй половине дня выглядела улица Албешуара. Машины едва справлялись с сильнейшими потоками воды. Ремонт на этом отрезке еще не завершился, и вся улица превратилась в огромное озеро. Некоторые ринулись спасать своих железных коней. Чтобы выбраться на сушу, пришлось пройти несколько метров по пояс в воде. Ливень разгулялся не на шутку и в Бельцах. Мы находимся на улице Булебиста, муниципе Бельцы. Выглядит она как один из каналов Венеции. Чувствуется невыносимое зловоние. Возможно, на поверхность вылились нечистоты. Это улица Островский в Бельцах. Эти кадры запечатлели журналисты портала Норд Ньюз. Из-за обрушившегося ливня в Бельцах на Кале-Ешелур автомобиль оказался в водяной ловушке. Проезжавший мимо экипаж карабинеров пришел на помощь. А в селе Башкана Кривулянского района стихия ударила по частным домовладениям. Водой снесло заборы и повалило ограждение. По прогнозам синоптиков, в ближайшие сутки в Молдове будет дождливая погода. Сохранится и угроза затоплений. В центральных районах ночью столбики термометров опустятся до плюс 16. Днем воздух прогреется до плюс 21. На севере плюс 14 ночью, днем до плюс 19 градусов по Цельсию. На юге Молдовы ночью плюс 18, днем температура воздуха составит 23 градуса со знаком «плюс». Конституционный суд разрешил неправительственным организациям оказывать платные услуги участникам предвыборной гонки. Судьи рассмотрели запрос депутата от партии действий Солидарной Сергея Литвиненко и признали положение закона об НПО частично неконституционными. При этом запрет на бесплатную помощь во время предвыборной кампании останется в силе. ТВ-8 направил запрос в Совет по телерадиовещанию с просьбой ввести поправки в декларацию об освещении избирательной кампании, учитывая сегодняшнее постановление Конституционного суда. Запрет некоммерческим организациям на предоставление платных услуг избирательным конкурентам во время предвыборной гонки является неконституционным. В конце июля депутат от ПДС Сергей Литвиненко обратился в КС с просьбой рассмотреть в срочном порядке положение закона об НКО, а также исключить поправку, согласно которой во время избирательной кампании неправительственные организации не могут предоставлять платные услуги участникам выборов. По мнению Литвиненко, эта формулировка отличается от изначального содержания закона и противоречит Конституции, более того, дискриминирует НКО по отношению к другим организациям. Это правильное решение, основанное на положениях Конституции. После вступления в силу этого постановления НПО получит право предоставлять платные услуги электоральным конкурентам во время предвыборной кампании. До сегодняшнего постановления КС закон об НПО мог повлиять и на финансовую деятельность нашей кампании, поскольку ТВ-8, основанной некоммерческой организацией «Медиа-альтернатива», не имел права размещать платную предвыборную рекламу. А доходы от рекламы являются важной составляющей бюджета учреждения. Руководство нашего телеканала ранее направило письмо на имя главы государства, предупредив Игоря Дадона о последствиях этой поправки. Однако закон был опубликован в официальном мониторе. В Молдове около 11 тысяч некоммерческих организаций. Большая часть является медийными институтами. Сегодня наш телеканал направил запрос в Совет по телерадиовещанию с просьбой изменить декларацию об освещении предвыборной кампании, учитывая постановление Конституционного суда, разрешающего размещать платную рекламу. Сделает все, чтобы повысить уровень жизни в Молдове и даже обещает внести поправки в Конституцию, чтобы зарплаты и пенсии в стране были не ниже прожиточного минимума. Сегодня в Креулянском районе перед избирателями выступил кандидат в президент от партии «Платформа достоинства и правды» Андрей Анастасиев. По его словам, в последние годы цены на продовольствие и услуги продолжали расти, а вот доходы рядовых граждан существенно не изменились. Поэтому мы выступаем с проектом о внесении поправок в Конституцию, где будет четко прописано, что ни одна пенсия в стране, ни одна зарплата не может быть ниже прожиточного минимума. Свои первостепенные задачи кандидат назвал улучшение качества жизни рядовых граждан. В случае победы на выборах Андрей Анастасиев будет руководствоваться исключительно пожеланиями граждан Молдовы. Более того, как считает претендент на окресло главы государства, денег на реализацию задуманного достаточно. Я вам скажу, что в стране есть деньги. Нужно вывести страну из состояния теневой экономики, дать предпринимателям нормальные условия, когда не нужно будет платить сборы за протекцию, не нужно будет участвовать в политических сговорах. Я обращаюсь ко всем предпринимателям, ко всей бизнес-среде Молдовы. В этой стране можно вести дела честно, не зависеть ни от одного политика, ни от одного министра или премьера, только от закона и от своих сил. На своей странице в Фейсбуке политик также пообещал, в случае победы совместно с парламентом и правительством, разработать национальную стратегию сокращения тарифов всех услуг, в том числе коммунальных. По мнению Настаси, прежде всего в Молдове должно подешеветь голубое топливо, поскольку у поставщиков газа завышенные доходы. Спички детям не игрушки. Несколько учеников разлили спиртосодержащий дезинфектант и подожгли его прямо в классе. Опасную забаву засняли на видео и выложили в социальных сетях. Мы попытались выяснить, где была сделана запись. Источник, пожелавший остаться неизвестным, нам поведал, что к инциденту причастны ученики одного из столичных лицеев. Делом занимается полиция. На опубликованном видео несколько подростков разлили на пол дезинфицирующий раствор, а затем подожгли его. Огонь быстро распространился. Дети попытались потушить пламя ногами. Раз, два, три. Погнали. Самих участников опасной шалости не видно. Неизвестно также, когда была сделана запись и при каких обстоятельствах. Как нам поведали некоторые источники, инцидент якобы произошел в одном из классов столичного лицея Джорджи Калинеску. Директор образовательного учреждения это отрицает. Не похоже на наш лицей. Как вы можете говорить, что это у нас? Здесь видны дети и пол, и только. Как вы можете утверждать? Мы лишь спрашиваем. Как нам сообщил тот же источник, в лицей прибыли стражи правопорядка, но пока неизвестно, по какой причине. Инцидентом занимаются сотрудники столичного управления полиции. Очередной рейд. Сотрудники столичной полиции проверили более 30 машин служб такси на предмет соблюдения водителей и руководства автопарков правил пассажирских перевозок. Как оказалось, не у всех дела обстояли хорошо. В итоге трое водителей остались без регистрационных номеров, а 11 были оштрафованы. По данным правоохранителей, нарушения зафиксировали несколько видов. Среди самых распространенных – отсутствие документов о техническом тестировании, неисправной фары, а также рулевая тормозная система, эксплуатация переоборудованного транспорта без разрешения. Водители позволяли себе в том числе и без разрешения устанавливать на машинах рекламу и ездить с неразборчивыми регистрационными номерами. У некоторых обнаружили и проблемы с регистрацией транспортных средств. По итогам проверок было составлено 11 протоколов. Трем автомобилям, не прошедшим в установленном порядке технический осмотр, запретили выезжать и изъяли номера. Всего в сентябре было проведено 5 незапланированных проверок в офисах экономических агентов, по итогам которых составлено 37 протоколов по 45 нарушениям. Опасная находка в Бричанах. В одном из заброшенных домов, расположенных в приграничной зоне по направлению населенных пунктов Бричана-Рассашаны, сотрудники пограничной полиции обнаружили полкилограмма вещества, похожего на ртуть. На место прибыли сотрудники генерального инспектората по чрезвычайным ситуациям. Подозрительное вещество было спрятано в пластиковой бутылке. Как уточнили представители пресс-службы погранполиции, находку изъяли с учетом всех норм безопасности и передали на дальнейшую экспертизу. Пока неизвестно, кому могло принадлежать такое количество ртуть. Расследование продолжается. Ртуть крайне опасна. Острое отравление токсичным веществом может привести к летальному исходу. Решили выяснить отношения на кулаках, а в ход пошли автомобильные покрышки. В центре столицы на одном из перекрестков очевидцы запечатлели конфликт группы молодых людей. Чтобы утихомирить дебоширов, подоспели карабинеры. В результате троих зачинщиков беспорядка сопроводили в полицию, а один юноша отделался травмой головы и был госпитализирован, но позже сбежал из медучреждения. Инцидент произошел сегодня на пересечении Букурешти-Пушкина. Между несколькими молодыми людьми возник конфликт. В ход пошли кулаки и даже покрышки. Одному из участников потасовки серьезно досталось. Чтобы успокоить граждан, карабинеры покинули свой пост. Однако агрессоры не подчинились требованиям. Один из карабинеров запросил помощь по номеру 112. На место прибыла скорая и еще два экипажа карабинеров. Одному из дебоширов понадобилась медицинская помощь. Его увезли на скорой в СМП, но позже он сбежал из медучреждения. Остальных участников драки доставили в инспекторат полиции сектора «Центр» для выяснения всех обстоятельств. Ими оказались жители столицы в возрасте от 17 до 26 лет. Во время разговора с правоохранителями один из задержанных добровольно отдал пакетик с содержимым желтоватого цвета, состав которого установит экспертиза. Хорошие новости для пешеходов. В Кишиневе на нескольких оживленных улицах оборудуют приподнятые пешеходные переходы и зоны безопасности для переходящих дорогу. По мнению столичных властей, это позволит усилить безопасность пешеходов на дорогах, учитывая участившиеся случаи подобных аварий. Работы, говорят, начнутся в следующем месяце, но во сколько они обойдутся, еще предстоит подсчитать. Так должны будут выглядеть новые зебры. По данным мэрии, был утвержден список из 20 переходов, которые должны быть переоборудованы по установленному образцу, а на 13 пешеходных зонах планируют обустроить специальные защитные платформы. Современный переход может появиться и перед этим лицеем на Флориор. Чтобы автомобили сбавляли скорость, на асфальт зальют бетонный слой и установят предупреждающие знаки. Этот мужчина, прожив какое-то время в Швеции, предлагает нашим властям взять на вооружение пример этой страны. Прежде всего, нужно урегулировать движение. Для этого необходимо сузить полосы и создать островки безопасности. То есть, когда пешеход переходит дорогу, он там останавливается и находится в безопасности. Будет переоборудован по рекомендации полиции, и этот переход располагается по улице Матея-Бессараба, перед лицеем, где ежедневно проходят сотни учеников. Дети, которые идут в школу, не останавливаются, идут быстро. И это опасно. Подобная инициатива приветствуется. Не часто, конечно, такое бывает, что машина останавливается. Не важно, дети, взрослые. Работы, говорят, в мэрии начнутся в следующем месяце, а заниматься ими будет муниципальное предприятие «Эксдрупа». Когда проекты будут готовы, «Эксдрупа» начнет обустраивать эти переходы. Это несложная процедура, не требует серьезных конструктивных вмешательств. Можно сделать за ночь. Будет установлено дополнительное освещение и нанесена разметка. По словам Керонды, предпринимаемые меры согласованы с управлением по надзору за транспортом и дорожным движением, а также столичной полицией. Стоимость проекта он назвать не смог. Когда у нас будет общая стоимость проекта, мы ее опубликуем. Но в этом году управление «Эксдрупа» выделили деньги на меры по систематизации дорожного движения. По данным полиции, за 9 месяцев этого года произошло 219 дорожно-транспортных происшествий с участием пешеходов. 10 человек погибли, более 200 получили травмы. Хочешь почувствовать себя человеком – помоги другому. Этот принцип лежит в основе различных волонтерских движений. Немало таких добровольцев и в Гагаузе, правда, здесь волонтерство пока на стадии развития, но уже приобретает размах и в молодежных организациях. У молодежи таким образом появляется возможность участвовать в тренингах и занять свое свободное время. Ведь, чтобы стать волонтером, нужно всего-то желание помогать людям, а информацию для участия в таких программах можно найти в интернете. Приезжают в эту южную часть республики безвозмездно помочь нуждающимся и добровольцы из Европы. Организация «Мира с Молдова» принимает волонтеров из Европы в Гагаузию. В их числе Лара и Диего из Испании. Оба приехали из города Бурбос в феврале. В Молдове они пробудут до конца этого года. В Испании я работал журналистом. Стал волонтером, потому что люблю делать репортажи на социальные темы. Мне было интересно узнать о Гагаузии и что за национальные меньшинства там живут. Быть волонтером – это возможность развивать свои профессиональные навыки. Люди часто думают о деньгах. Быть волонтером – значит помогать людям бесплатно. Мария Аржентарь – волонтер из Камрата с опытом участия в международных волонтерских программах. Помогала нуждающимся во Франции. Преподавала английский и русский язык в школе. В «Мира с Молдова» Мария работает уже три года. Я помогаю волонтерам адаптироваться к нашей среде и где им нужна помощь с переводом. Координатор проекта «Мира с Молдова» Ливия Мустяцы отмечает, что при выборе волонтеров организация смотрит на то, чтобы у них было образование в той сфере, в которой они будут работать. Наша организация имеет аккредитацию на четверых волонтеров. Сейчас у нас два человека. Очень отрицательно повлияла пандемия на наши проекты, потому что, во-первых, у нас везде закрыты границы. В Гагаузии работают и местные волонтеры. Они помогают молодежи развиваться. Например, Вячеслав Бессараб. Волонтерской деятельностью занимается уже четыре года в различных неправительственных организациях. Признается, волонтерство дало ему хороший опыт в жизни и новые знакомства. До четыре года я был волонтером в различных организациях. На данный момент я волонтер в молодежном центре города Камрад. Я занимался волонтерской деятельностью и в Кангазе, у себя в населенном пункте. Мы создали молодежный совет в Кангазе, и я являюсь его председателем. Желание и свободное время – первое, что нужно для работы волонтером, говорит директор молодежного центра Аксис в Камрате Захарий Даламажи. По его словам, в Молдове есть закон, благодаря которому волонтерский труд учитывается как официальный трудовой стаж. Огромный багаж опыта, который ты можешь получить, работая в организации, а также это связи, это эмоции, знакомства. То есть именно то, что ты не можешь получить за деньги, но это тебе поможет в будущем. К слову, в Молдове проводятся различные мероприятия для поощрения волонтеров. Например, Национальная неделя волонтерства или Волонтер года, где награждают лучших из лучших. Безусловно, местные органы власти только сейчас начинают потихонечку осознавать, что волонтеры – это такое движение довольно активное и очень полезное для общества. С 4 по 11 октября в Молдове проходит Национальная неделя волонтерства. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова